Добрый день, Катя! Как строить планы на год и стоит ли начинать с 1 января новую жизнь? Телефон прямого эфира 516767. Алексей Сергеевич, ну вот обстановочка, что, начинать новую жизнь? Новый год, бутылочки, да, новая жизнь. Итак, Новый год. Существует распространенное мнение, и с этим сталкивается практически любой взрослый человек с так называемым синдромом Нового года. Вот, с Нового года я начинаю новую жизнь, все старое уходит, в Новом году все будет только хорошее, все плохое оставляем в уходящем, а все хорошее забираем с собой в Новый год. Это утопия? Это не просто утопия, это маразматия, по большому счету. Да, почему? Потому что в каждый год, это год нашей жизни, и каждый год есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Вот для меня лично не существует таких понятий, я своих клиентов заставляю не говорить слово «хорошо» и не говорить слово «плохо». Почему? Потому что одни и те же ситуации, для кого-то хорошо, для кого-то плохо, да. Для кого-то, что человек пить бросил хорошо, а для человека, который хочет пить, и он уже в душе хронический алкоголик, это плохо. Для семьи замечательно и чудесно, что человек бросил курить, а тот, кто бросил курить, он мучается, ему плохо, да. Но он это делает для своей семьи, для близких, он о них таким образом заботится. Поэтому плохо и хорошо очень относительно. И вот каждый год нашей жизни делится на несколько частей. В каждый год мы получаем что-то хорошее, каждый год мы получаем что-то плохое, и каждый год проходит что-то такое, что переходит, или как мы говорим, нейтрально, из года в год, из года в год. Или, как мы говорим, одно и то же. Итак, наша с вами задача на сегодняшней передаче, я так думаю, да, определиться, а как же людям в конце года подвести итоги, определиться, что хорошо, что, как вы говорите, было плохо, да, но с моей точки зрения, что было хорошо, но человек не понял, что это было хорошо. Он почему-то подумал, что это было плохо. Даже если с человеком произошло какое-то несчастье, или он сломал руку, то это было хорошо. Почему? Он же мог сломать ногу, или он мог сломать позвоночник, или там с ним могло произойти что-то еще гораздо хуже. Нет, произошло только небольшое. А если с человеком произошла очень тяжелая травма, очень тяжелая ситуация, но он же жив, значит, всегда в любой, как человек считает, нехорошей ситуации, можно найти что-то положительное. Итак, что делать? Каждому человеку, перед тем, как выходить 31 декабря с тостом, и начинать поздравлять, или начинать говорить, что было плохого, что было хорошего, планировать, знаете, как у нас есть замечательная традиция, на каждый удар курантов нужно обязательно загадать что-то. Да, и большинство людей, особенно этим увлекаются женщины, они загадывают. Если ровно через 10 минут спросить человека, что загадывал, он уже не помнит. Да, потому что это спонтанно. А кто мешает вам написать это на листочке? Вот сесть 31 числа и написать на листочке, что я хочу, чтобы сбылось в 2011 году. И на каждый удар курантов загадывать новое желание, которое должно из списка, то есть зачитывать. Не придумывать на ходу какие-то вещи, которые, может быть, произойдут, может нет, может хочу, может не хочу. И купить себе новые туфли. Да, туфли. И мучайся с этими туфлями. А потом мучайся, да. Сказ новый покупай. Конечно, нужен новый шарф, нужна новая сумочка, новая машина, новая квартира, новый муж и прочее, прочее. Да, то есть не надо. Вот составьте себе этот список. Но прежде чем вы составите список, чего я хочу в следующем году, нужно обязательно составить список, что было в этом году, что было в 2010 году. Причем очень важно не писать, что не сделал. Потому что приставка не, она вредная, да, и когда мы пишем, не сделал, не заработал денег, не купил квартиру, не купил машину. Зачем? Скажем так, только то, чего мы достигли. Только то, что мы достигли. Или мелочи не надо. Очень важно, то мелочь, которую вы считаете мелочь, для кого-то может показаться, что это супер. Это для вас мелочь, а для другого человека это огромное дело, которое он себе не позволит никогда, да. Вы себе купили новый костюм хороший, женский, красивый, да, или вы купили себе новые украшения, да, а многие женщины об этом мечтают и, к сожалению, не смогут себе никогда даже этого позволить. А вы считаете, да, подумаешь, новые сережки, а, подумаешь, новая кофточка. Почему? Я купила, да, я купила новую кофточку, я купила новый костюм, я сделала это, я сделала это, я сделала это. И когда вы начнете перечислять, выяснится, что за 2011 год вы сделали очень много. О, пардон, за 2010 вы сделали очень много, да. Итак, первое, что я сделала, что у меня есть сейчас. Вы оценили ситуацию, вот что вы делали в течение 2010 года. Потом второй список, что есть сейчас. Да, вот на данный момент, что я хочу. А когда возникает слово хочу, мы говорим уже о будущем. И вот третий список, это что нужно сделать. И есть такое обязательное правило. Хочу, пункт номер один. Пункт номер два. Зачем? Что это означает? Например, я хочу заработать много денег. Пункт номер два. Зачем мне нужно заработать много денег? Для того, чтобы купить новую машину, предположим, да? И вот для того, чтобы купить новую машину, вот это и есть желание, а не желание заработать много денег. То есть очень важен конечный результат. А мы говорим, я хочу новую квартиру. Зачем? Чтобы быть счастливым. Зачем? Чтобы быть счастливым.